Книга «Открытым оком», 27 том. Вопрос 3887. Какие новые книги посоветуйте приобрести, но чтобы они были чисто православные? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Какого века чистоту заказываете? Да, сегодняшнее этал же православие на одном поле не сидело с тем, что говорили первые православные. Появились новые брошюрки. Вот одна из них. Ее можно приобрести в церковной лавке, заплатив 30 рублей. От слов своих осудишься, двоеточие, сквернословие. Издательский совет РПЦ. 80 страниц, 2007 год. По благословению патриарха Алексия II. Написали 4 автора, из них 3 священника и доктор богословских наук. Есть в книге места писания и ссылка на святых отцов, но книга буквально вопиет, что все авторы не имеют рождения от слова Божия и не слышали даже о рождении свыше. Грамотность их из всех строк фонтанирует. Тут и пословицы, и примеры из жизни. Но брошюрка мертвая. Она ни одного сквернослова не сможет сделать чистым, свободным от гнива и от безумных слов. Давя на знания, на интеллигентность, на воспитанность, на образованность и на стыдливость. Давят. Они гнут всех матершинников под ипитрахиль. Приди, исповедуйся и обязательно причастись. Рождение же свыше от духа святаго. Дает новую природу, и человек не только не совершает насилия над своей волей, над привычками, но это скверно вообще испаряется. И вчерашний сквернослов не может поверить, что это был он. 1 Иоанна 5,18 «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Показательно свидетельство Яковлева Геннадия Михайловича. В будущем иеромонаха отца Григория, убитого Кришнаитом в городе Тури. Когда он обратился к Богу, то его сотоварищ бывший встретил его как-то и спросил о его делах. Гена ответил, что обратился к Богу, и теперь у него все иное. Тот, зная, что Гена слыл отъявленным матершенником, спросил, «А как насчет мата?» Гена вдруг остановился и перебрал все прошедшие четыре месяца и сказал, что он даже не знает этих слов. Все стер Господь, и он не только не напрягался, чтобы избавиться от этой привычки, руководящего комсомольского работника, но даже не вспомнил те слова, которые лил из себя мутным потоком. Вот единственно верный путь избавиться от сквернословия, отдать свое сердце Иисусу Христу и жить в Духе Святом. Езекииль 36, 26. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам в сердце плотяное». Иова 38, 36. «Кто возложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму?» Евреям 10, 16. «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их». Над малой кельей громов раскаты, и молотами ливень бьет по крыше. Вниз выгляни, вспухают выше, выше, измутные мглы валы, грозой подъяты. На приступ скажешь, лезут супостаты, повыждав ночь и непогоду лише. На бреже цвет вздохнула буря тише, над черным стадом в серебре палаты. И дальше молнии и громы глуши, умолк и ливень, роща отдыхает. «В лицо пахнет лугов живая нега, потоп отхлынул, снится от ковчега, и в млеке лунном сад благоухает, новорождённый на прощённой суше». 1912 год. Вячеслав Иванов.